Быть или не быть вышки сотового оператора в одной из деревень Маргаушского района? Такой вопрос сейчас рассматривают разные инстанции. Мнение «за» и «против» выслушала Ольга Пырычкина. Алло, да, мы на съемках в районе, я тогда перезвоню. Мы находимся в Юнгенском сельском поселении Маргаушского района. И здесь, надо сказать, что очень хорошо ловит сотовая связь. Правда, местные жители не очень этому рады. Вот она причина хорошей связи и одновременно недовольства местных жителей. Вышка одного из операторов «Большой Тройки». Ближе всего к вышке мы видим, что находится дом Петра Цветкова, где он живет с семьей. Расскажите, вы измеряли расстояние от вышки до дома? До дома расстояние мы не измеряли. Примерно, я скажу, где-то 150 метров, 120 метров. 120 метров. Это близко, да? Да, близко. Почему вы против? Ну, он висит, дает изучение. Они нас это сами говорят, изучения это сами нету. Скажите, вы замечали когда-нибудь, да, с момента того, как вышка стоит, что у вас как-то ухудшилось самочувствие? Ну, у меня иногда давление, голова болит, вот. Вышка появилась здесь недавно, 24 декабря, кажется. Они приезжали и собирали народ в клубе. Просили разрешение, но тогда все были против. По обращениям жителей за несколько дней до нас здесь были специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Республики и представители Роспотребнадзора. Сейчас результаты замеров уровня излучения готовы. Согласно результатам экспертизы, данный передающий радиотехнический объект соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям к размещению и эксплуатации. Превышение допустимых уровней электромагнитных излучений не выявлено. Жители переживают. Вдруг замеры сделали, когда станция еще не работала. К их спокойствию отмечу. Весной этого года мы присутствовали при замерах уровня излучения от работающей станции сотовой связи на крыше одного из зданий в Чебоксарах. Результат аналогичный. Радиация меньше, чем от микроволновой печи. На сегодняшний день Всемирная организация здравоохранения несколько раз меняла свое мнение о вреде или безвредности. Излучение от базовых станций сотовой связи. Последнее решение Всемирной организации здравоохранения все же это вред от базовых станций не доказан. Что ж, вред не доказан, но судьба данной вышки все равно под вопросом. Дело в том, что после обращения граждан за дело взялась прокуратура Маргаушского района и Росреестр. Выяснилось, что землю под строительство вышки сотовому оператору в аренду сдала компания, которая производит пластиковые окна. Участок в ее собственности, однако, категорию данной земли – сельхозназначение. То есть компания-арендодатель и сама нарушает закон. На землях сельхозназначения построено здание для производства пластиковых окон. Это грубейшее нарушение закона. На землях сельхозназначения могут находиться здания только для производства или хранения сельхозпродукции или сельхозтехники. Принять решение, что делать в данной ситуации, представители ведомств должны на заседании 12 сентября. Ольга Пырычкина, Сергей Адушкин, Республика.